Летнее утро. В воздухе тишина, только поскрипывает на берегу кузнечик, да где-то робко мурлыкает орличка. На небе неподвижно стоят перистые облака, похожие на рассыпанный снег. Около строящейся купальни, под зелеными ветвями ивника, барахтается в воде плотник Герасим, высокий и тощий мужик с рыжей курчавой головой и с лицом поросшим волосами. Он пыхтит, отдувается и, сильно мигая глазами, старается достать что-то из-под корней ивника. Лицо его покрыто потом. На сажень от Герасима, по горло в воде, стоит плотник Любим, молодой горбатый мужик с треугольным лицом и с узкими китайскими глазками. Как Герасим, так и Любим оба в рубахах и портках. Оба посинели от холода, потому что уже больше часа сидят в воде. — Да что ж ты все рукой-то тычешь? — кричит горбатый Любим, дрожа, как в лихорадке. — Да голова ж ты, садовая, держи его, а то уйдет жана Фима. Держи, — говорю. — Не уйдет. Куда ему уйтить? Он под корягу забился. — Герасим, — говорит Герасим, — охрипшим и глухим басом, идущим не из гортани, а из глубины живота. — Скользкий шут. И ухватить-то не за что. — Да ты за зебры хватай его. За зебры, — говорю, — хватай. — Да не видать жабров-то. — Постой-ка, ухватил за что-то. За губу. За губу ухватил. Кусается шут. — Не тащи, за губу. Не тащи — выпустишь. За зебры хватай его. За зебры хватай. Опять почал рукой тыкать. — Да беспонятный же ты, мужик. Прости, царица небесная. За зебры хватай. — Хватай, — дразнит Герасим. Командир какой нашелся. Шел бы да хватал сам, горбатый черт. Чего ты стоишь? — Ухватил бы я, коли можно было. Мне что при моей низкой комплекции можно под берегом стоять. Там глубоко. — Ничего, что глубоко. Ты в плащ. Горбач взмахивает руками, подплывает к Дерасиму и хватается за ветки. При первой же попытке стать на ноги, он погружается с головой и пускает пузыри. — Говорил же, что глубоко, — говорит он, сердито вращая белками. — На шею тебе сяду, что ли? — Да нет, ты на корягу лучше стань. Коряг много, он будет словно лестница тебе. Горбач нащупывает пяткой корягу и, крепко ухватившись, сразу за несколько веток становится на нее ногами. Совладавшись с равновесием и укрепившись на новой позиции, он изгибается и, стараясь не набрать в рот воды, начинает правой рукой шарить между корягами. Путаясь в водорослях и скользя по мху, покрывающему коряги, рука его наскакивает на колючий клешний рак. — Тебя еще тут черта не видели, — говорит любимый, — со злобой выбрасывает его на берег. Наконец, рука нащупывает руку Герасима и, спускаясь по ней, доходит до чего-то склизкого и холодного. — Вот он, — улыбается любимый, — здоровый шут! Оттопырь-ка пальцы, оттопырь пальцы, я его сейчас за зебры. Постой ты, да не толкай ты локнем, я его сейчас за зебры, дай только взяться. Далечий шут под корягу забился, не за что ухватиться, не доберешься тут до головы, пузо одно только и слыхать. Убей меня на шее, комара, жжет больно, я сейчас его под зебры, заходи сбоку, да пхай его, пхай шпыняй пальцем. Горбач, надув щеки, притаив дыхание, вытаращивает глаза и, по-видимому, уже залезает пальцами под зебры, но тут ветки, за которые цепляется его левая рука, обрываются. И он, потеряв равновесие, со всей силы болтыхается в воду. Словно испуганные, бегут от берега волнистые круги, и на месте падения вскакивают огромные пузыри. Но Горбач выплывает и фыркая хватается до ветки опять. — Утонешь еще, черт, отвечать за тебя придется, — хрипит Герасим. — Вылазь, тянуть тебя к лешему, я сам вытащу. Начинается ругань, а солнце печет и печет. Тени становятся короче и уходят в самих себя, как рога у улитки. Высокая трава, пригретая солнцем, начинает испускать из себя густой и приторно-медовый запах. Уже скоро полдень, а Герасим и Любим все еще барахтаются подывником в холодной воде. Хриплый бас и озявший визгливый тенор неугомонно нарушают тишину летнего дня. — Тащи его за зебры! Тащи! — Постой, я его выпихну! Да куда ж ты суешься-то с кулачищем-то? Ты пальцем, а не кулаками, рыло! Сбоку заходи! Да не тут, а слева, вправе колдобина! Угодишь тут клешему на ужин. Да тяни ты за губую! Слышится хлопанье бича. По отлогому берегу к водопою лениво пледется стадо, гонимое пастухом Ефимом. Пастух, дряхлый старик с одним глазом и покривившимся ртом, идет, понуря голову, глядя себе под ноги. Первыми подходят к воде овцы, за ними лошади, а уж потом за лошадьми коровы. Потолкай его с поднизу, слышит он голос любима. Просунь палец, да глухой ты ж, что ли, черт! Кого это вы, братцы? Кричит Ефим. Да налима! Никак не вытащим, под корягу-то забился. Да заходи ты ж сбоку, ешкин, заходи, заходи! Ефим минуту щурит свой глаз на рыболовов, затем снимает лапти, сбрасывает с плеч мешочек и снимает рубаху. Сбросить порткиню в него не хватает терпения, и он, перекрестясь и балансируя худыми темными руками, лезет в них в воду. Шагов пятьдесят он проходит по елистому дну, ну а затем пускается в плавь. — Постой, ребятушки! — кричит он. — Постой, родимые! Не тащите его зря, упустите! Надо умеече тут! Ефим присоединяется к плотникам, и все трое, толкая друг друга локтями и коленями, пыхтя и ругаясь, толкутся на одном месте. Горбатый любим захлебывается, и воздух оглашается резким и судорожным кашлем. — Где пастух? — слышится с берега крик. — Ефим! — Пастух, ты где стадо в сад полезло? Гони их из саду! Гони, да где же он, старый разбойник! Слышатся мужские голоса, затем женские. Из-за решетки барского сада показывается барин Андрей Андреевич в халате из персидской шали и с газетой в руке. Он смотрит вопросительно по направлению криков, несущихся с реки, и потом быстро семенит к купальне. — Что здесь? Кто орет? — спрашивает он строго, увидав сквозь ветви явника три мокрые головы рыболовов. — Что вы здесь копошитесь? — Рыбу ловим, — лепещет Ефим, не поднимая головы. — Я вот тебе задам сейчас рыбу. Стадо в сад полезло твое, а он рыбу ловит. Когда купальня будет готова, черти, два дня как работаете, где ваша работа? — Будет готова, — кряхтит Герасим. — Лето велико, успеешь еще, ваше высокородие, помыться-то. — Никак вон тут с Налимом не управимся. Забрался ж под корягу, словно в норе сидит, и ни туда его, и ни сюда. — Налим? — спрашивает барин, и глаза его подергиваются лаком. — Так тащите его скорей! — Уже дашь полтинничек, ваше высокородие? Удружим, ежели дашь. Здоровянный Налим, что твоя купчиха. Стоит ваше высокородие полтинничек за труды. Да не мне его любим, не мне, а то замучаешь. Снизу подпирай, тащи за корягу, кверху, добрый человек, как тебя. Кверху, а не книзу, дьявол, да не болтай ты тут ногами. Проходит пять минут, потом еще десять, и барину становится не втерпеж. — Василий! — кричит он, повернувшись к усадьбе. — Васька, позовите-ка ко мне. — Василия! Прибегает кучер Василий. Он что-то жует и тяжело дышит. — Василий, полезай быстро в воду! — приказывает ему барин. — Помоги им вытащить Налима. Налима никак не могут вытащить. Василий быстро раздевается и плюхается в воду. — Я сейчас? — бормочет он. — Где тут Налим? — Мы это его сейчас мигом... Ты бы ушел, Ефим, отсюда. Нечеть эту старому человеку не в свое дело мешаться. Который тут из вас Налим? Я его сейчас. — Ах, вот он! Пустите-ка руки! — Да чего пустите руки? Сами знаем. Пустите руки. Ты вытащи. Да не ж ты его так вытащишь. Надо ж за голову. А голова под корягой. Знамо дело, дурак. — Ну, не лай, а то влетит сейчас, сволочь. При господине барине и такие слова лепечет Ефим. Не вытащите вы, братцы. Уж больно ловко он туда засел. — Погодите! Я сейчас! — говорит барин и начинает торопливо раздеваться. — Четыре вас, дурака, Налимы вытащить не могут. Раздевшись, Андрей Андреевич дает себе остынуть и медленно лезет в воду. Но и его вмешательство ни к чему не приводит. — Подрубить корягу надо, — решает, наконец, любим. — Герасим, ты сходи за топором! — Герасим уходит и через некоторое время вплавь возвращается с топором. — Пальцев-то! Пальцев-то себе не отрубите же! — говорит барин, когда слышатся подводные удары топора о корягу. — Ефим, пошел ты вон отсюда! — Постойте-ка, я Налима сейчас вытащу, только вы не того с топором-то! Наконец коряга подрублена. Ее слегка надламывают, и Андрей Андреевич, к великому своему удовольствию чувствует, как его пальцы лезут Налиму в ваджавбры. — Тащу, братцы! Не толпитесь! Стойте, я тащу! На поверхности показывается большая Налимья голова, и за нею черное орошинное тело. Налим тяжело ворочает хвостом и старается вырваться. — Шалишь, брат! Дудки теперь! Попался, а? — Ага! По всем лицам разливается медовая улыбка. Минута проходит в молчаливом созерцании. Знатный Налим лепечет Ефим, почесывая под ключицами. Чай фунтов десять потянет. — Да, соглашается барин, печенка-то так и отдувается, так и прет ее изнутра, а? — Ох! Налим вдруг неожиданно делает резкое движение хвостом вверх, и рыболовы слышат сильный вплеск. Все растопыривают руки, но только уже поздно. Налим ушел и поминай, как звали.